Друзья, всем привет! Вы на канале МЕРГЕОЛАЙФ И вы меня можете поздравить Я купила себе полуприцеп Сейчас Вы видите его позади меня Да, действительно, я купила тот зеленый прицеп Многие меня спалили, так как наша база находится вдоль трассы И многие наши зрители проезжают регулярно мимо И уже видели, что прицеп действительно зеленый Купила я его в ЭТЕКО РЕСУРС В комментариях много писали, почему все-таки не СОТРАНС Почему не аренда, почему не покупка нового полуприцепа Говорю как есть Для меня это дорого То есть цена такого нового полуприцепа порядка 6 миллионов Ну и ставки по лизингу и по кредитам сейчас уже достигают 37% Для меня это не подъемная история То есть у меня нет возможности купить себе новый полуприцеп Поэтому для меня выбор очевиден Это поддержанная техника Это полуприцеп Шмидц Кто не смотрел предыдущий ролик 2011 года выпуска Сегодня мы посмотрим его более подробно Он уже у нас в собственности Мы его уже оформили Поставили на учет И сейчас осмотрим его вместе с вами Потому что действительно тут тоже есть проблемы Которыми нам надо будет заниматься И который у нас в ближайшее время на повестке дня И с этим полуприцепом я уже съездила несколько рейсов И мне есть что сказать Евгений сейчас ко мне присоединится Так как при выборе этого полуприцепа он не присутствовал Жень, ну что скажешь, стрём или норм? Я с ним уже тоже прокатился Уже каждая из машин прокатилась с ним Уже прокатился с ним и синявка наша Весь зоопарк покатался на нем Да, да, причем Катя съездила на синявке Куда будет небольшая интрига Интрига такая, да? Жень мне сказал, что это прицеп проститутка Фу, не надо С ним покатался уже и я Прицеп хороший Есть куда слазить И есть что по нему сказать Ну, первая, наверное, первая самая новость Это на нем неправильно показывают весы Когда я первый раз на нем загрузилась Оказалось, как будто там 26 тонн Мы грузили с Евгением в паре И он грузил тот же самый груз И там по всем документам и по всем количеству палетов Это составляло 19 тонн Прицеп показывал 26 Да, почти на 20 тонн больше Но мы сейчас заедем на яму И более подробно про это скажем Почему так получилось И что с этим делать Сейчас, я думаю, нам надо лучше посмотреть на его внешний вид больше По внешнему виду Мне он сразу понравился Я это в ролике Кто не смотрел, посмотрите по подсказочке этот ролик Там я делаю первый первичный осмотр Жень, ну ты что увидел? Давай, давай, знаешь что? Разнеси Mergeo Life в клочья Разнеси в клочья По внешнему виду Смотри, штора А шторы мы не особо касаемся Потому что есть все-таки надежда перспективы ее поменять Но здесь есть такие вот моменты Вот этот замок вырван явно вниз Его перетянули А вот этот вот вырван вбок То есть это вот Ну, это вот, да Это временный ремонт Замки здесь половина, оригинальная половина подржавели С этим тоже будем, я думаю, как-то вопрос решать, да? Ну, подржавели они больше на той стороне На той стороне, да Да, здесь вот такая вот история Это, кстати, вопрос у тех, кто писал Да ничего не будет Да, можно за замки тягать Можно тягать за замки Пофигу Штора же выдерживает огромные нагрузки Друзья, да, выдерживает Выдерживает, когда она стоит правильно То есть вот в таком вот положении, да? И здесь имеется прошивка Вот, видно, ленту Да Приступай через стенд Когда тянет замок за ленту Это не страшно А когда вы тянете вбок Его можно оторвать Не с первого раза, но можно Интересная информация Прицеп пригнан в России Мы уже выяснили Она же тут вследствие Великой Лапки Да Прицеп пригнан в России Из Европы в 2017 году В 2017, по-моему В 2017, по-моему В 2017 Женя, откуда пригнан? Из Дании Он работал в датской транспортной компании У него там вот спереди Сейчас мы покажем Остался след от логотипа этой компании Евгений увидел название Ввел его в поиск И, в общем, такими недолгими манипуляциями Выяснил, что прицеп из Дании у нас оказывается Да Резина Кордиант Почти новая, я считаю Ну, по крайней мере Последняя ось Средняя ось точно новая Первая, последняя Им еще жить и жить И еще долго жить Вот эта ступица перебиралась Здесь маленькая уже загрязнилась Но болты здесь стоят новые Что с ней было, мы так не особо выяснили Но главное, что у нас сделано Проворот, Жень Ты что не знаешь? Проворот А, нет, подожди Сгорела она, да? Нет, проворот был Все остальные такие же Проблема, как у всех шмецов Вот на этих перемычках Они трескаются Здесь уже даже подварено У нас есть, по-моему, трещинки с той стороны На перемычке на этой И на моем полуприцепе тоже все В этих трещинках Да, и на Катином тоже такое же самое Приварено к раме Корзина под запаску Это, я думаю, мы отпилим Надо будет как-то обработать От ржавчины, чтобы отпиленные места не ржавели И корзину повесим на штатное крепление назад У нас есть штатное крепление Вот это Вопросы ко мне будут У меня, кстати, есть парочка оригинальных фонариков Я думаю, мы не будем менять, как у меня Мы восстановим заводские Вот это вот Проблемка такая Серьезная Здесь куча фитингов Трубочки вот так не очень красиво болтаются Обязательно все будет убираться Трубочки будут восстанавливаться, меняться Все будет по заводу, все штатно Кать, у него жопа не оторвана Извиняюсь за выражение Да, у него не оторвана жопа Но оторван отбойник То есть вот этот вот косяк Я его не отобразила в своем ролике Я видела вот эту историю с натянутым тросиком Что тут что-то крепится Вот, друзья, что крепится, показываю Крепится кусочек этого швеллера Не отбойника, а швеллера Да, и по наличию этих отбойников, швеллеров в магазинах Я так понимаю, что это у них штатная проблема Ну да, 8 тысяч такая вот стоит Прямо под оригинал Может и оригинал Ну под оригинал весь швеллер Вот этот вот под оригинал 8 тысяч стоит просто Ну понятно, что без фонарей С дырочками Вот этот вот Стоят мазовские фонари Они здесь не по ПДД Потому что без треугольника Они тут Они в принципе работают все хорошо Но я хочу нормальные прицепные Значит поменяем? Поменяем Еще есть проблем Здесь вмята Немножко Здесь тоже вмята Здесь тоже вмята Здесь вмята сам отбойник Это не страшно А здесь вмята непосредственно вот эта балка Но я уже придумал, что с этим сделать Это мы тоже вытянем Петли Ну петли, да Больное место Петли, больное место Они продают все время комплектами Это спиливается Это высверливается Меняется Это не катастрофа Это все делается Женя, а что ты думаешь по поводу Вообще новых дверей? У нас, кстати, вот прицеп есть Нет, он еще Потом покажем Другой стороной, да Да, другой стороной Вот таких вот дверей А что ты по этому поводу думаешь? Вот оригинальные стоят двери И есть вот такие Новоделы Они из фанеры сделаны Я считаю, что одноразовые двери С другой стороны Есть машины с клапаном Которые ездят вообще Ничего Ну да Что, давай откроем Посмотрим, что там у нас Внутри Мне пришлось один ремешок Восстановить Мне не хватало Перекинуть Я его сделал из креста И огрызков То есть у нас Теперь нет креста нормального Ну ничего Давай Погнали внутрь Главное здесь не встать на фонарь Потому что такой прецедент был у меня Не мной Сделанный Но был Ты говорила, досок нет Доски есть Их маловато Мало, Женя Мало Конечно Их надо еще Напиливать Что у нас обычно В прицепе доски А здесь их Естественно мало Но там Ватека Вот они как есть Так и продаются Эти полуприцепы И еще я заметил Нам нужно будет обязательно промазать швы герметиком Потому что там вот прям видно улицу Это не дело Всегда будет затекать вода И будет как у меня такие пятна сырые И тут два листа менялось Видишь Видимо не очень хорошо Да Два листа меняны А остальные листы в оригинале По полу Ну и в принципе Вот что я еще тоже сказала в ролике Стойки Живые Потому что на моей практике Один раз было как стойка лопнула Прям так Стойки живые Стойки я сегодня двигал Они двигаются не очень хорошо Возможно там следует провести ревизию роликом Штора двигается очень хорошо Да За исключением одного переднего вон того ролика И его надо будет поменять Он однозначно убитый По крыше Крышу я не стала растинтовывать при покупке Но Когда мы крышу пробовали открыть Немножко подкусывает Что там надо смотреть Скорее всего ролики Может быть выработка на рельсах Но крыша открывается То есть здесь все открывается Штору Мы уже с Женей по одному разу пооткрывали Все это достаточно легко ездит Алюминиевый борт Слушай А внизу Это Железка Да А у них стандарт Типа усиления А у них стандарт у всех А так алюминиевая Такая же составная Я так понимаю Вот эта стойка меняна Потому что у нас все Все стойки Они крашеные А это оцинкованные Вот в принципе Тоже еще один нюанс Из-за которого Не то что мне не понравился Но были возможно Лучшие варианты Не там А в целом Гипотетически То что у него Вот эти стойки железные И крашеные И передние И задние Потому что в твоем Прицепе Они все оцинкованные Мне кажется Это все-таки Немножко получше Ну у тебя тоже стойка Мененая на кроне Кто бы говорил про стойки Да Кто бы говорил про стойки Потому что у тебя стойки тоже менее Ну что тут еще по настройке сказать Мне наверное больше сказать нечего Крыша здесь в лучшем состоянии Чем на моем полуприцепе Может быть она менялась Может быть нет само полотно Я не знаю Но крыша свежая И она еще походит достаточно долго Да Крышу здесь менять не стоит По правой стороне Здесь больше Мененных замков Фурнитуры Вот это уже просто не оригинал Может быть Может быть теоретически Оно что-то где-то и задело Куда-то притерался Может быть да Оно где-то и притерлось Потому что вот этих правых замков Здесь менено гораздо больше Гидроподъемник крыши Да Мы уже знаем Что это гидроподъемник крыши Кстати нам подписчики Информацию предоставили Более того Я выяснил Что где-то в стойках Прячутся гидроцилиндры Наверное уже не прячутся Посмотрим Наверное не прячутся Наверное уже не прячутся Да Но у меня есть мысль Лих оттуда добыть В хозяйстве Штука полезная Пригодятся Ну попробуем Если ты найдешь Попробуем Да А кстати здесь корзина Вот на оригинальных болтах Там приварено Видимо не нашли Здесь оригинальные болты Стоят по идее Вот так это все должно Крепиться на таких скобах И скобы уже на болтах А к раме оно с помощью Вот таких вот скоб Я думаю мы принесем ее назад И повесим скорее всего ящички С умывальничками Да Да Ну что Мы посмотрели снаружи Наверное стало самое время Загнать этот полуприцеп в бокс И посмотреть детальнее Что же мы увидим внизу Самое интересное Да Сейчас посмотрим прицеп на яме Кто не смотрел предыдущий ролик Про выбор полуприцепа Стоимость этого полуприцепа 2 миллиона 250 тысяч рублей Евгений у нас сейчас найдет те косяки Которые я не увидела Скажет Катя куда ты смотрела Ресивера Ну это мне кажется стандартно Ресивера я показывала По-моему Я их сразу увидела Это стандартно У всех мне кажется Не свежих полуприцепов Они все Давай жги Жги самое главное Смотри У нас история началась с того Что у нас неправильно Покажутся Плюс Когда я ехал за тобой Прицеп ездит Немножко наклоненный Вот даже сейчас можно видеть Что немножко наклонен Ну сейчас получается влево А так вправо Причина У нас ниже Это подушка Вот сейчас она прям Он пустой Он даже лежит Подушка на полу-ресоре Здесь она стоит Более-менее в транспортном положении Остальные подушки Тоже более-менее В транспортном положении Почему так вышло Во-первых Мы видим Что стакан На этой подушке другой Здесь все стаканы Он с такими ребрами По-разному А здесь ребра другие То есть он уже другой Ниже-выше Пока еще неизвестно нам Мы еще не снимали Но я уже почти уверен Что он ниже Ну поэтому и весы Показывать неправильно Во-вторых Не совсем Не совсем Во-вторых Здесь Менены все подушки И все стаканы Стоят Немножко не те Которые должны Почему? Потому что Под каждым стаканом Под каждым крепежом стакана Вот такая вот Прокладочка и шайбочек То есть видимо Болт оригинальный Но стакан короче Все стаканы короче Это стакан Короче всех остальных оказался Поэтому здесь две гайки Теперь почему Мы не сможем настроить весы Пока не поменяем все подушки Дело в том Что стаканы ниже все И сейчас Честно говоря Я уже знал Какая у меня нагрузка На ось На ось И чтобы машина стояла В транспортном положении Все подушки падают На полрессоры То есть все стаканы Слишком низкие Выхода у нас Чтобы все было штатно Два Это либо Менять все стаканы На штатные На высокие Тогда мы сможем Нормально выставить Транспортное положение И у нас будут Правильно показывать весы Либо оставлять стаканы Какие есть Кроме конечно Вот этого Который совсем просевший У нас Его по-любому менять Чтобы машина стояла ровно И ехать на калибровку В колесах А смотри Жень Я что хотела показать Да Вот сейчас увидела Вот здесь вот Во-первых Разное количество Вот этих шайб Потому что здесь Или положили Что было А здесь вот смотри Здесь гайками Все это накручено Без шайб А здесь они Видишь на сколько Выше стоят Да А здесь вот возможно Стоят оригинальные подушки Да Там тоже с гайкой В общем история такова Нам нужно Чтобы все это Грамотно откалибровать Прийти к тому Чтобы поставить Все подушки Одинаковые Да То есть чтобы они Все были идентичны Потому что здесь Стаканы Кто в лес Кто по дрова Проще сказать Максимально идеально Будет сюда поставить Шесть штатных Пусть не подушки Стоят здесь одинаковые Сами подушки Одинаковые Разные стаканы Разные стаканы Разные стаканы Поэтому здесь Нужно привести Все к общему Знаменателю Чтобы уже Позже Заниматься Именно Они даже По диаметру Разные Сильно разные По диаметру Смотри У тебя нет Ну мы не будем Сейчас голословными Лучше мы снимем И посмотрим Сравним Что вообще У нас здесь Почему такая история Я не знаю То есть это В любом случае Нам сейчас нужно Это привести Все к одному И уже после этого Калибровать весы По дискам Можно посмотреть Вот есть маленькая Маленькая сеточка Ну это еще в допуске На самом деле Сеточка Да Она реально в допуске То есть Производителям Допускается Вот такой вот Сеточка Если она не спучивается Если она не наступит кусками Это можно Причем это только На одной оси Видишь Вот только На последней оси Здесь тоже начинается А здесь вот Ну тоже такие Уже пожившие Конечно Но еще поедут Все это дело Вот здесь новый диск И новое кольцо БС А здесь потому что У нас перебрады ступится Да Видимо здесь все минало Все придется Все придется Жень Перебирать Все придется Все сгорели Все провернули А здесь свежее Смотри свежее кольцо Да 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 Я вижу И слушай Его здесь как будто трет Ну посмотрите Надо посмотреть Что с ОБС На ОБС работает С ОБС Все нормально Он работает Ошибки никаких нету Мне еще Мне не нравятся Мне не нравятся Вот эти вот висящие Вниз трубочки Ну по-моему У тебя так же в кроне У меня в кроне Они вкручены сюда Ну они так же Вот насколько я знаю Здесь по идее Можно лягушку Так-то развернуть Ну чтобы вам Потому что если Куда-то мало Что-нибудь зацепится Трубочка Ничего хорошего Взять не выйдет Ну а так Что еще скажешь Видно что Суппорта не греты Видишь Все Все в порядке А так С Сафами Мы пока еще Дела не имели Это будет Наш первый опыт Дебют 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 Слушай Какие стремяночки Здесь прям игрушечные Да Да И кстати Нету никаких Здесь свободного хода Писали Да Павел в комментариях Что-то там Про свободный ход Что есть Эти Там писали Что насоси все провернуты Здесь все менять надо Все менять Это нам на десерт Да А со стремянками Я не вижу здесь никаких Что они ходили Ходунов Нет Все нормально И все это оригинал То есть это оригинал Это оси Шмидц Это Саф Это Саф Да Я не знаю чем отличаются Шмидц и Саф Напишите в комментариях Потому что я вот с этим Честно говоря Не очень Дружу Именно по Потому что мне кажется Я когда увидела их первое У меня был комментарий Блин это Шмидц А это оказывается Саф В общем это А морды все сухие В комы Все сухие Да Я сразу обратила внимание Что же на осмотре По саленблокам Тоже вот Ну так мы конечно не увидим Но Так не видно Ты знаешь Бывает когда разбито Их прямо видно А здесь вот Нет никаких зазоров Вот это распределение Таких парт прицепов Да В общем Друзья Вот такой вот полуприцеп Женя говорит Что все будет хорошо Я тоже думаю Что все будет хорошо На этом мы с вами прощаемся Такой вот короткий обзорчик Встретимся уже в рейсе На этом полуприцепе Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Удачи вам на дорогах Всем пока Пока Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok